Это 64 серия летсплейтих на магии 3 перерождение! Я начинаю новый летсплей с огромным количеством модов, нацеленных на магию, механизмы, путешествия и куча всего другого. На сборке присутствуют такие сущности, как творческие предметы. Кто не знает, это самые имбовые вещи в игре, некоторые из которых позволяют даже дюпать жидкости, энергию и предметы. Но имеют просто бешеные крафты, требующие тысячи, а то и сотни тысяч разных ресурсов. И моя цель на этой сборке это скрафтить все творческие вещи. Итак, предыдущую серию мы закончили на моем прекрасном байте. А конкретно мы целую серию создавали творческую центрифугу, а я просто ее в конце даже не активировал. За что вы мне поставили дофигища дизлайков, ну народ, блин, а кто эту серию смотреть будет? Ну подумаешь, кликбейт, зато серия интересная получилась. Ладно, в любом случае, в этой серии мы обязательно ее активируем прямо в самом начале. Давайте сначала заценим, сколько у меня здесь накопилось сот, вот столько их. Теперь мне достаточно присоединить последний блок творческой центрифуги. Энергию мне придется переставить, потому что она забагалась. Теперь я меняю режим в трубе, чтобы все ресурсы пошли внутрь, и вот они полетели. И мы смотрим на это произведение искусства. Во-первых, тут даже не видно, сколько предметов в одном стаке. А я вам скажу, сколько может максимально храниться 16 384 предмета. И тут, блин, уже столько камня скопилось, и екарный бабай. Чтобы вы понимали, если кто-то забыл, то эта центрифуга в 10 раз увеличивает выход ресурсов. То есть, если я телепортнусь на свою недавно испеченную ферму алмазов, а в том числе и изумрудов, попробую тут из центрифуги стырить алмазные изумрудные медовые блоки. Теперь помещаю их в центри... А, понятно, она у меня полностью уже забилась, е-мое, так быстро всего, блин, прошла минута, наверное. Я предполагаю, что мне потребуется очень много трупа, которые будут забирать оттуда ресурсы, потому что они копятся просто с дичайшей скоростью, поэтому давайте кладем сюда практически максимальные улучшения для трупов. Кстати, последние это творческие, которые мы скоро уже создадим. И смотрим, что происходит. Да, даже эти трупы не справляются, подожди, серьезно, что ли? Не, они, в принципе, справляются, но... Если я хочу прям полностью опустошить эту центрифугу, то придется поставить труп побольше. Во, уже реально поперло, но смотри, что происходит. У меня каким-то образом все забилось, все, в принципе, ресурсы сюда поступают и моментально перерабатываются и накапливаются с бешеной скоростью. Давайте запомним, сколько у меня 41 миллион камня и сколько будет его под конец серии. Ладно, я же взял еще алмазные соты и хотел их протестировать. Давайте я это сделаю. 23 алмазных у меня блока лежало и 810 долбанной руды. И это просто дичайшая продуктивность. Так, не знаешь, где сейчас покупать игры? Или пополнять баланс в тех же Бравл, Старс, Варкрафт, Фортнайт и так далее? Тогда чего ты до сих пор ждешь? У меня ведь есть и мега удобный бот с покупкой всего этого. В Стиме, как ты знаешь, нифига сейчас никаких игр купить не получится. Но в Гриппее ты можешь без проблем это сделать с помощью покупки турецкого аккаунта. За денежки свои вообще не переживай, ведь у нас есть и гарантии, и отзывы, и, собственно, я... Который не дебил и скама бы не рекламировал. Также ты можешь здесь купить любую игру Иксбокс, в том числе и нашего любимого Майкрафт Челлу, лицензию. Пополнять баланс можно любым удобным способом, хоть через карту, хоть через электронный кошелек или вообще со счета телефона. Плюс, прямо на днях у нас появилась игра Испытать удачу, где ты можешь, подкидывая кубик, фармить денюжку. Мне вон с первого раза же повезло и выпал двойной выигрыш. Ссылка на подкриппе в описании. Поэтому первое, что я сейчас хочу сделать, это настроить переход ресурсов с алмазных и изумрудных пчел на ту самую творческую центрифугу. Раз она у меня находится в аду, то пусть там все это и перерабатывается. Ну правда, теперь другая проблема, то что алмазная руда у меня скапливается вот в этом ДНКе, она же должна отправляться на ломание киркой с двадцатой удачей. Поэтому я присоединил другой эндерсундук, ведущий к моей автопереработке. Ну а теперь что-то, мне кажется, что это все дело не будет успевать ломать руды, потому что она прибавляется реально очень быстро, боже мой. Поэтому я решил расширить этот завод и добавил еще по три установщика руды, да еще и добавил пилоны опыта, чтобы здесь не скапливался весь этот опыт, а то у меня начнет лагать. О, ровно три пятерки уровней, найс. И, кстати говоря, я снова провел еще один стрим, на котором не собирался ничего делать сверхреволюционного, а просто организовать автокрафт отремовских звезд. Поскольку творческих предметов мне еще предстоит сделать немало, и крафтить эти звезды вручную я точно больше не хочу. Пока что платформа с этими всеми автокрафтами выглядит вот так, но на самом деле я даже половину еще не автоматизировал, и мне предстоит еще это долго и долго делать. Единственное, что мы сделали новенькое, я совершенно не планировал это делать, ребят, серьезно, но оказывается в процессе создания автокрафтов мне нужно было распахать BootMagic. Я сделал вот такой вот портал с помощью ритуала, мы можем сюда зайти, и появляюсь я в непонятной комнате. На самом деле я здесь уже все оббегал, добыл ресурсы, здесь у нас были сундуки, а я просто искал специальные семечки. В общем, супер сверх чего-то, но, о господи, здесь еще Блэйз остались. Супер чего-то сверх нового здесь не было, но если вам интересно, то вы можете посмотреть стрим, он будет в ссылке в описании. Но самое главное в этом измерении, я решил сделать новую ферму. Это автоматическая ферма крови, я ее еще с предыдущего стрима матернизировал. И в чем суть? Как мы помним, в BootMagic самый главный предмет это кровавый алтарь, на нем у нас создаются всякие предметы из крови. И раньше я эту кровь фармил из самого себя, то есть спаривал себе брюхо, мне вон сердечки все время убавляются, блин, даже несмотря на то, что я в квантовой долбанной броне, самой максимальной на этой сборке, но я даже умудрился на стриме, кстати, сдохнуть вот с этим всем. Так вот, наконец-то этот процесс я автоматизировал. Здесь у меня спавнятся карминитовые пауки, в принципе, неважно какой моб будет появляться, у меня стоит спавнер. И построен специальный ритуал, который называется Well of Suffering. Именно он и заставляет получать урон этим паукам и вырабатываться кровь, которая поступает сразу в алтарь. Но только тот алтарь совершенно не прокачан, а на моем самом первом, который я строил многие серии, у меня есть руны ускорения, также руны самопожертвования, кстати, которые мне и не потребуются, в принципе. Поэтому погнали, я все это дело разберу и перенесу на тот алтарь. Но только я совершил большущую ошибку и построил, блин, эту ферму на границе чанков. Что-то я совсем про это забыл, поэтому давайте перенесем ее в отдельный чанк. Сначала моей задачей будет поставить мастерский ритуальный камень, взять в руки ритуал дивайнер и выбрать специальный ритуал, который мне нужен. Я уже сказал, он называется Well of Suffering. Он у меня уже был выбран, но, е-мое, ладно, придется это заново делать. Блин, во, все, Well of Suffering. Если я наведусь на ритуальный камень, то вижу, как будет построен этот ритуал. Я специально его расположил таким макаром, чтобы ничего нигде не выпячивало, ставлю и... Подожди, почему-то он не... А, е-мое. Некоторые блоки ему мешают в постановлении, поэтому давайте их уберем. Снова клацаем, и он начинает строительство и, разумеется, тратит ритуальные камни, которые у меня были уже в инвентаре. Выше, через один блок я поставлю спаунер с рычагом, чтобы, если я его активировал, то редстоун всегда не затрагивал ритуальный камень, иначе он перестает работать. Теперь, чтобы мобы не падали вниз, я закрою вот эти отверстия. А, и забыл самое главное, что нужно активировать этот ритуал вот этим камнем. А, о, да, все, начало работать, кровь поступает в алтарь. Теперь алтарь мне нужно разместить как можно выше над этим всем ритуалом. Вот на такой дистанции, в принципе, это все дело будет доставать. Все это дело для боли и красоты я могу покрыть куполом. И повышаем уровень самого алтаря. Еще я забыл сказать, что я же все это делал в кровавой магии для того, чтобы прокачать алтарь до четвертого уровня. А конкретнее у меня появились вот эти кровавые кирпичи, которых у меня не было, и теперь он у четвертого левела. Самый последний это пятый, и знаете что, я хочу его сейчас построить. Ведь, по сути, для этого ничего особенного не надо, всего лишь маяки да куча рун. И вот он алтарь пятого уровня. И слушай, я совсем забыл то, что это же не последний уровень алтаря. Есть еще шестой, но его пока что у меня сделать, к сожалению, не получится. В качестве рун я использовал руны скорости, а также руны жертвоприношения, вот эти красные, которые позволяют добывать больше крови с этих пауков в алтарь. А руны скорости, ну, просто ускоряют процесс наполнения в этом алтаре. Погнали, теперь попробуем заценить скорость. Здесь у меня золотая воронка, которую, кстати, с этой сборки убрали. Она моментально загружает сюда камни. И смотрим, насколько быстро они начали заполняться. Вот такая вот скорость. Я, кстати, могу ее увеличить с помощью время в бутылке, но я же все же хочу сделать автокрафт на этом кровавом алтаре, поэтому время в бутылке мне уже не пригодится. А автокрафт мне, собственно, нужен такой штуке, как компас исследователя. Я уже присоединил изготовитель, в который помещаю шаблон с этим автокрафтом. Отсюда сначала заберу свой кровавый шар, который, кстати, тоже можно наполнять в алтаре, и у меня уже там хранится 150 тысяч ЛП. Пробую заказать компас. У меня поступил обычный в алтарь, и он начал наполняться кровью. Все, классно работает. Сейчас только проверим, когда он создастся. Вот-вот, почти заполнился. Найс, создался. А, но только единственное. Я забыл в фильтрах указать, чтобы труба забирала этот компас. Бамс, он сюда поступил, и система хранения его забрала. Найс, плюс один автокрафт. Так, и в принципе, раз уж мы уже начали заниматься автокрафтом АТМ-звезды, то у меня появилась еще одна проблема. А именно, если я попробую сейчас ее заказать, то увидим, что у меня не хватает опять эссенции унаптаниума и улземодиума. Я только недавно научился их выращивать. Сделал вот такую вот магическую почву, с помощью которой становится это возможным. Выращивать эти, собственно, семена. И, по идее, у меня должны были накопиться эти семена, но, блин, у меня их нет в системе хранения. И, походу, второе семечко не выпадает. И каждое новое нужно создавать самостоятельно. Но, в принципе, неудивительно, потому что, по сути, это самые имбовые семена на сборке. Но это ладно, сейчас проблема в другом. Вот эта магическая почва создается из семени разрастания. У него нету никакого рецепта, и я вообще до недавнего времени не мог понять, откуда мне его брать. Чтобы у меня сейчас моргнул, что ли, глаз у гриба. И в комментариях вы мне написали, что семя выпадает с гаи второго уровня. Я же делал, как вы помните, автоферму первого уровня гаи. У меня не было этих семерозостраний. Короче, я хочу... О, господи. Я хочу убить один раз гаю второго уровня и проверить, реально ли это так. О, слушай, заодно давай я попробую взять ДНК с этой гаи. И у меня реально это получилось. Да ну нафиг, надо будет потом попробовать сделать яйцо призыва гаи. Ладно, да убивай. А, нет, стой, а я могу так сделать? Нет, в сафари сеть ее положить, к сожалению, не получается. И последний удар. О, да. Так, и смотрим, самое главное семерозостр... Господи, миллион ресурсов, да, как обычно. Да, реально, семерозостраний. Аж три штуки мне выполнят, наверное, потому что удача бешеная. О, да. И гости судьбы, конечно, открыв... О, кстати говоря, этой штуки мне на этой сборке еще не выпадало. Кто не знает, что это, давайте вот, допустим, на этих ребятах проверим. И что-то ничего не происходит. Э, может, мана нужна? А, да, 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 реально нужна была мана, смотри, что происходит. Баба! Да, бедные поборники. Снова делаем корм для курицы. Спавним курятин. Используем семена. И получаем яйцо призыва только ведьмы. Ага, все-таки Гайю таким простым способом получить не получится. Но прежде чем я уйду с этой арены, я бы еще хотел проверить одну штуку. А конкретно сможет ли вот этот механизм и разрушитель мобов, которым я пользуюсь на каждой мобоферме, убить эту Гайю с одного удара. Радиус его атаки, в принципе, да, всю эту арену распространяется, поэтому пробуем. И Гайя спавнится. Серьезно? Серьезно? Погоди. А, ну понятно. Он реально убил ее, но только мне выпал с нее всего лишь мешок шейдеров. О, кстати, неплохие шейдеры, хотя говно. Но чтобы мне, собственно, Гайю запихнуть вот в эту мою автоматическую ферму, мне придется убить как минимум ее пять раз, держа в инвентаре осколок моба. И погнали убивать. Опа-на, и, кстати говоря, в этот раз мне не выпало семя разрастания. Ммм, странно. Все, один осколок Гайи полностью заполнен. Разумеется, я не буду еще 15 штук убивать, потому что, блин, она лаганая достаточно, ее очень долго из-за этого убивать. А, кстати, по семени разрастания оно все-таки выпадает, но оказывается с очень маленьким шансом. Так, ну прежде этого у меня тут 20 костей судьбы накопилось. Погнали откроем, да? Дофигища рун, и с них мне, кстати, тоже выпали семи. Теперь кладу осколок, вот эти все ингредиенты, тыкаю по наковальне, и выпадает контроллер моба со стражей Гайи. Только я не понимаю, почему не подписан там, что она второго уровня. Ну ладно, я ее могу разместить, да екарный бабай, в какой-то свободный слот, например, вот сюда. И, по идее, оно должно было, да, заработать. И ты просто не поверишь, но это абсолютно одинаковые моб-контроллеры, которые у меня еще и до этого стояли. То есть, это та же самая Гайя, которая у меня и фармилась. Благодаря нее у меня создалось тут сколько? 14 тысяч духов Гайи, но семя разрастания теперь у меня фармится здесь не будет. Ё-моё. Тогда погнали, сделаем 8 магических почв, раз у меня столько семени разрастания. Только, кстати, у меня инсеневые блоки очень долго создаются. Я тут даже завод этот расширил по переработке эссенции просто нереально. Но я вспомнил, что вы мне давно в комментариях подсказали, что я немного тупанул. Я здесь, по сути, создаю эссенцию из эссенции. А мог создавать сразу блоки эссенции. Кодируем шаблоны. И получаю просто нереально быстрый автокрафт. И в итоге можно сказать еще по 3 семени каждого вида. И вообще, поскольку это самые имбовые семена и их нужно очень много, то стоит сделать схему по их выращиванию отдельно от остальных семян. А, кстати, забыл показать, сколько у меня ресурсов накопилось. Под конец серии 63 миллиона камня. И 8 миллионов алмазов. А с вами был Ванчула. Всем! Ты на мой канал подпишись. Ты забыл оформить подподписку. Ты оформи ее. А также лайк ты поставь.